Ну что, подал питание и давайте совершим первый запуск данного устройства. Друзья, всем привет! Вот, сходил на почту, забрал маленький пакетик. Он достаточно маленький, но немало интересный. Давайте быстренько вскроем и посмотрим, что там. Но перед вскрытием покажу. Оценили его достаточно дорого, хотя и цена у него почти такая же на Алиэкспресс, как и оценили. И вес у нас 40 грамм. И пришел вот такой очередной уже собранный модуль из Китая. Конечно, если китайцы бы сделали и кит-набор такой, было бы намного интереснее, так как здесь присутствуют SMD-компоненты. Но вот он целиковый. Стоит он в районе от 100 до 200 рублей. Ссылочку я оставлю, можете пройти и посмотреть. Ну а теперь давайте разбираться, что это такое. И данная платка у нас со всеми частями представляет собой очередной регулятор напряжения. Основным компонентом данного регулятора напряжения является микросхема LM2596S. Она у нас понижающая. И данная платка на входе у нас питается от 4 до 40 вольт. Ну, кстати, у разных продавцов значения разные. Ну вот я у кого брал, смотрю оттуда. Питается, в общем, она, как я и сказал, от 4 до 40 вольт. А на выходе мы имеем от 1 до 37 вольт. Средняя нагрузка данного модуля у нас составляет 2 ампера. Но также написано, что максимальная работа при 3 амперах. Ну, скорее всего, просто будет греться микросхемка сильно. Также на Алиэкспресс есть подобные модули готовые уже, понижающие вот такие преобразователи. Но они чуть меньшего размера. Это всё сделано по компакт. Не стоят они в районе 40-50 рублей. Там, ну, может, чуть побольше. Но особенностью данной платы является то, что у нас здесь стоит вольтметр. И мы можем с помощью кнопки наблюдать, какое у нас на входе напряжение и какое у нас напряжение на выходе. Также у нас есть световая индикация данных режимов. Понижение вольтажа у нас осуществляется с помощью вот этого потенциометра. Ну, это очередной вид резистора. В общем, крутим вот этот болтик, и у нас напряжение понижается. В длину у нас платка 66 см и в ширину 36 см. Высота до самой высокой детальки у нас 15 мм. Это является потенциометром. Ну что, а теперь давайте проверим данный регулятор напряжения. Питать я его буду вот таким блоком питания у меня от старого принтера есть. Он у нас до 32 вольт и 700 мА у нас напряжение. Забыл сказать, что платка у нас работает только при постоянном напряжении. Ну что, подал питание, и давайте совершим первый запуск данного устройства. Так, устройство включилось. На камеру, конечно, это всё ярко светит, но на самом деле всё отлично. Так, у нас тут защитная плёночка. Вот так вот. Ещё, по-моему, хуже стало. Ну, неважно, давайте смотреть. Сейчас у нас световой индикатор горит на IN, то есть у нас показывается напряжение на входе. При кратковременном нажатии у нас переключается режим, и сейчас у нас показывает, сколько у нас на выходе. Это у нас 17,3. Давайте попробуем покрутить наш резистор подстроечный. И вот, как вы сами видите, напряжение растёт по мере его движения. И всё, вот максимум мы имеем 31,4 вольта. Собирал я подобные регуляторы напряжения, вот такой, которым частенько пользуюсь. Мой блок питания, в принципе, это что-то похожее. Здесь также стоит трансформатор. Мы можем даже вот эту платку вставить туда, подсоединит этот трансформатор, и получится тот же самый блок питания. На все эти сборки ссылку я оставлю, можете пройти посмотреть. Ну, а данная платка чуть-чуть поменяет тюрни, и у нас есть ещё вольтметр встроенный с режимами на входе и выходе. Давайте измерим с помощью мультиметра, какое у нас здесь напряжение. Как вы видите, значения чуть-чуть отличаются. Здесь у нас 32,1 вольта, а здесь 32,03. Ну, в принципе, они одинаковые, так как здесь у нас только десятые, ну, а здесь до сотых. Но у данного модуля есть некоторые особенности. Давайте сейчас я вам их покажу. При зажатии двухсекундной кнопки у нас выключается вольтметр. Это удобно, чтобы он не светил вам, ну, и при постоянной работе. И включаем при коротком нажатии. И при длительном нажатии мы заходим в меню калибровки. То есть здесь мы можем прибавить десятые числа. Мы можем прибавить пять десятых, плюс тому значению, или наоборот убавить. Или поставить на ноль. При следующем длительном нажатии мы калибруем у нас выходное напряжение. То же самое. Можем прибавить пять десятых и убавить. При последующем длительном нажатии мы выходим из данного меню и получаем чёткие значения. У данного регулятора напряжения есть даже какие-то плюсы, в отличие от этих регуляторов. Так как здесь можно подключить более мощный блок питания до трёх ампер. Возможно, в будущем я даже и переделаю вот этот. Ну, или просто, скорее всего, сделаю корпус для этого регулятора. И поставлю какой-нибудь блок питания помощней. Единственным недостатком я считаю то, что здесь нет регулятора мощности тока. Область применения данного модуля абсолютно разная. Его можно использовать везде. И, как я и говорил, также можно собрать небольшой блок питания. Ну что, на этом я, наверное, буду заканчивать. Надеюсь, данный модуль вы ещё увидите в моих видео в различных самоделках и сборках кит-наборов. Ссылочку на этот модуль и на похожие его собратья я оставлю внизу в описании. Можете пройти посмотреть. Ну, а если вам понравилось это видео и было полезным, ставим лайки. Подписываемся на мой канал. Оставляем комментарии. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok